Рязанская область Итак, Олег, еще свежи впечатления твои о презентации фильма. Отклик сразу видно и по комментариям, и по репостам в социальных сетях. Отклик колоссальный. Как ты думаешь, почему? Тот материал, который мы показали вчера на презентации, по большому счету он уникальный. Он уникальный с точки зрения того, что с другого, с необычного ракурса он подан. То есть знакомые места, всем знакомые места. Основная масса рязанцев, я уверен, она была в этих местах. Но, к сожалению, они не видели эти места сверху. Поэтому, скорее всего, это и сыграло основную роль в том, что получился такой вау-эффект. И люди активно, скажем так, включились в процесс обсуждения, включились в процесс комментирования. Это, на самом деле, очень здорово, это приятно. И основной такой жирный плюс для меня – то, что людям понравилось. Как долго собирался материал для этого фильма? Вчера на презентации ты обозначил, что с пейзажной съемкой ты уже больше 10 лет. Что по видео расскажешь? Как пришло в голову снимать? На самом деле, задачи-то конкретной не было по съемке видео. В процессе съемки с дрона у меня возникали моменты, когда необходимо было снять и видео. Ну, видео для того, чтобы просто посмотреть с точки зрения того, насколько хорошо, насколько качественно получается картинка, для того, чтобы потом уже в дальнейших каких-то там поездках я уже мог ориентироваться на вот эти вот ошибки свои. Вот. Ну, с точки зрения правильности, наверное, да. Вот. Время шло, материал копился. В один прекрасный момент я просто понимаю то, что материала столько получилось уже, и надо с ним что-то делать. И материал, как оказалось, он действительно уникальный и показывает вот эти вот места, ну, с достаточно таких интересных ракурсов. Вот. Поэтому и родилась идея о создании фильма. С 2014 года я занимаюсь аэросъемкой именно с дронов. Но в фильм вошли кадры, которые использованы с 2017 года. В силу того, что качество используемых аппаратов, дронов стало намного выше, намного качественнее. Поэтому с 2017 года вот этот материал используется. А теперь немножечко вот как раз о технической составляющей, потому что мне немножко известно, да, твоя кухня, ты буквально охотишься и за погодой, и за светом, и за определенными точками. Это не выглядит так, что ты приехал в точку, и сразу тебе достался вот такой красивый туман. Нет. Как? Да, конечно. Это достаточно длительный процесс подготовки, это процесс наблюдения за метеоусловиями, безусловно. Здесь четко нужно понимать правильность восхода, направления восхода Солнца, откуда пойдут лучи и как они пойдут. То есть, исходя из этого, ты уже подбираешь конкретную какую-то локацию для того, чтобы выбрать правильный угол, правильное направление и поднять дрон на ту высоту, на которую необходимо. Поэтому, скажем так, для того, чтобы сделать какой-то подсъем, собрать какой-то хороший материал, бывает так, что приходится неделями сидеть и выжидать тот прогноз, который нужен, для того, чтобы получить именно ту картинку, которую ты хочешь. Даже на нашем телеканале, я помню, впервые мы с тобой встретились в рамках этой же программы «Городские встречи», когда твое фото на тот момент оказалось в социальных сетях в паблике National Geographic. Это была река Листвянка. На видео мы тоже ее наблюдаем. И вчера на презентации Алексей Воробьев задал тебе вопрос относительно реки Листвянки. Так вот, в чем же ее секрет? Как ты думаешь? Секрет на самом деле прост. Почему зима? Почему Листвянка? То есть там теплая вода. Там идет теплый водосброс. За счет этого в сильный мороз происходят вот эти сильные испарения, которые образуют на деревьях достаточно интересные узоры. И узоры из иния. Поэтому в данном случае, я думаю, Листвянка находится в достаточно выигрышном положении. Да, есть проблемы. Да, есть проблемы экологии. Но, тем не менее, там интересно. Там есть что посмотреть. Безусловно, там самое интересное, что там можно очень много, очень долго ходить. Потому что каждый, скажем так, каждый изгиб, каждый поворот реки, он действительно уникален. Он имеет какие-то свои секреты и свои какие-то интересные ракурсы. И вот к вопросам экологии. В своем фильме ты затронул не только моменты прекрасного, но и печальные, к сожалению, моменты. В своей работе, в своем творчестве ты с ними сталкиваешься, наверное, как никто другой. Как бороться с этим? Как сохранить наш дом? Вопрос достаточно емкий. Вопрос очень сложный. Вопрос, требующий участия большого количества людей. Это административный ресурс, безусловно. Потому что без участия вышестоящего руководства нашего города, мы вряд ли сами что-то сможем. Нет, мы сможем, конечно, сделать, безусловно. Просто путешествуя по Рязанской области, я вижу достаточно много красивых мест. Но эти красивые места в не очень потребном состоянии. Очень много мусора. То есть люди, непонятно почему, но не желают за собой просто элементарно собрать мусор и вывезти его. И здесь получается так, что каждый по зернышку, каждый по пакету с мусором у нас образуются какие-то такие свалки нерегулируемые, несанкционированные. И все. И вот, пожалуйста, мы получаем то, что мы хотим. И, безусловно, тоже очень важный вопрос. Я видел и вижу, и наблюдаю, что происходит в национальных парках, в наших национальных парках. Большое скопление людей, большое количество людей отдыхающих. Инфраструктура отсутствует, инфраструктуры нет. И это на самом деле как цепная реакция. То есть нет инфраструктуры, нет подготовленных элементарно биотуалетов, мусорных каких-то контейнеров для того, чтобы все это складировать. Безусловно, этого нет. Люди начинают сами же мусорить. Вот это происходит. То есть вот это целый комплекс работ необходимо для этого сделать, чтобы, скажем, предотвратить, наверное, какие-то вот эти экологические такие катастрофы, которые... Локальные катастрофы, которые я вижу вот на данном этапе сейчас, в момент съемок. Как думаешь, если бы люди увидели вот эти места, где они, допустим, даже мусорят сверху, как ты, может быть, это как-то повлияло бы? Да, у меня и была, и она и остается целью. Вот есть цель показать людям, как выглядят эти места сверху. В разных там агрегатных состояниях, да, там озера, леса, не имеет значения. То есть зима ли это, осень ли это, лето. Это важно, чтобы люди понимали, насколько она уникальна, насколько она подвержена влиянию, да, очень сильно подвержена человеческому влиянию. И, может быть, где-то люди задумаются о том, что да, вот эту красоту, в которой мы с вами находимся, да, ее нужно сохранять и пытаться сохранить. Поэтому я надеюсь, что и по данному вопросу найдется отклик со стороны общественности, со стороны населения, со стороны всех тех людей, кто это увидит. Если даже элементарно там 1-2-3 процента людей задумается об этом, это будет уже достаточно большим плюсом, и это будет здорово. Знаю, что, конечно, сейчас условия пандемии немножко нас ограничили, но до пандемии ты много путешествовал, много чего видел, в разных странах бывал. И проводя бы такие аналогии, как, например, Клепиковская саванна или Пронские карпаты, не лукавил ли ты? Нет, нет, безусловно, нет. Здесь в любом же случае аналогия в любом случае сразу же всплывает. Как только ты приезжаешь в какое-то место, ты видишь, и у тебя невольным образом в голове сразу же какие-то такие воспоминания, которые где-то там ты уже видел. То есть какое-то некое дежавю, да? То есть пусть оно немного такое размытое, но тем не менее ты видишь то, что ты видишь. Поэтому я в своем фильме говорил, наверное, предельно честно и предельно откровенно о том, что я вижу. Потому что есть люди, которые видели то же самое, что видел я. И если я сейчас скажу то, что это похоже на саванну, либо это похоже на карпаты, человек, который приедет туда, он скажет, да, блин, да, действительно, это круто, это похоже. И даже вот в своих отзывах к фильму, в комментариях к фильму, в обсуждениях, да, вот короткие обсуждения у нас уже были, да, люди говорят о том, что действительно. То есть люди, которые были в той же самой Танзании, они видели, они знают то, что да, действительно, это так и есть. Только вместо, скажем так, обычной степной вот этой вот почвы, да, там находится просто болото. Но, тем не менее, есть достаточно большое и большое сходство именно в определенные погодные условия. Когда твоя деятельность связана с тем, что ты видишь моменты недоступные нам, допустим, обычным людям, ты с нами делишься, нет ли такого выгорания, что уже находясь на земле и видя все вокруг, тебе кажется, что это немножко не то и все время тянет вверх? Нет. Объясню. Значит, здесь какая история? То есть если даже брать, мы возьмем ту же самую, там, тот же самый процесс. Элементарно. То есть это холмистая местность, это отличная возможность для того, чтобы приехать вот на самую высокую точку и понаблюдать. Вот. То есть это доступная, открытая площадка для того, чтобы насладиться вот всеми теми видами, которые я показал. Моя задача была показать масштабы. Показать масштабы происходящих, насколько это объемно, насколько это много всего, насколько много деталей, насколько массивно, да, все вот это вот происходит. То есть они видят локально, они видят какие-то отдельные участки и, может быть, из-за этого они немного недопонимают. Что говорить, если бы там про ту же самую саванну? Все элементарно. С точки зрения развития какого-либо внутреннего туризма, там, я не знаю, там, того же самого биртвечинга, да, то есть наблюдения за птицами, вложения будут минимальны для того, чтобы обустроить это место, там, вложить какую-то минимальную сумму денег, чтобы сделать смотровые площадки высотой, там, 5 метров. Этого будет достаточно для того, чтобы все это наблюдать своими собственными глазами. У нас для этого есть абсолютно все. Эти места предусмотрены для того, чтобы наблюдать за тем, что я показываю. Поэтому в данном случае, наверное, нет. Нет такого то, что с земли это выглядит как-то слишком плоско, а вот сверху это вот будет там смотреться объем. Здесь очень важную роль играет свет и сами погодные условия. Вряд ли ты расскажешь все твои творческие планы. Их, наверное, миллион. Но все же на презентации ты намекнул на то, что планируешь помимо семи своих любимых районов снять и остальные районы Рязанской области. Это не секрет. Почему? На самом деле в планах закрыть вообще полностью всю Рязанскую область мне хочется показать каждый район с какой-то интересной позиции. Но показать его самые выгодные, самые интересные ракурсы. Потому что действительно основная часть рязанцев даже не предполагают и не знают, где находится тот же самый Кадамский район и что он из себя представляет. А там достаточно много чего интересного. Там много красивых природных мест, которые действительно заслуживают особого внимания. Поэтому в планах, безусловно, есть та цель продолжить эту работу, продолжить начатую работу. Но вопрос времени и вопрос, наверное, финансирования. Потому что это большие затраты. Это огромные ресурсы. Как временные, как физические, так и финансовые. Поэтому здесь без поддержки, без помощи чьей-либо будет сделать это сложно. Точнее, это будет сделать возможно, но на это потребуется достаточно большое количество времени. Будем с нетерпением ждать продолжения, Олег. Следи за твоим творчеством, с твоего разрешения. Спасибо, что нашел время прийти. Спасибо вам, что пригласили. И спасибо за твой фильм. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok